Всем привет, дорогие друзья, с вами Андрей Хорьев и это канал Футбол это жизнь. Итак, первое видео зашло на ура, мне так кажется. Поздравляем мы МЮ и Бенфику с тем, что они проходят дальше. ЦСКА пока что идет в Лигу Европы, но мы не будем делать Лигу Европы. Поэтому сегодня у нас группа Б, где Бавария, ПСЖ, Андерлефт и Целтик. Ну что ж, друзья, будет, мне кажется, интересный футбол, особенно между Баварией и ПСЖ. И давайте все-таки начнем. Первый же матч в Баварии, Андерлефт. Играют на Альянс-арене, Мюллер на шестой минуте уже выводит вперед. Пока что Ливандовский желтую получает. И сейчас вот начнутся замены. Команд вместо Ливандовского, Тьяго. Выбивает на 51-й. Посмотрим, что делает Инцли Коман. Рабен на 68-й станцию получил травму на 74-й. Итак, 3-0, уверенная победа. Хозяев. И сегодня у нас еще один матч. Целтик-ПСЖ. Тут еще нету Неймара. Поэтому вот так вот. Тут у нас Дракцер, Кавани, Димария. У Мбапе даже в 18-й такой слабенький рейтинг. 78 где-то так вот примерно. Не знаю точно. На 9-й минуте Дракцер выводит вперед гостей. Отличное начало. И даже замен нету. Вот, пошли уже. Ну и будет какая-нибудь интересная штучка в конце-то. Так быстрый гол нам не интересен один. Ну так и закончился. В общем, ПСЖ обыгрывает Целтик 1-0. Минимальная победа. Станцию получает травму. Ну вот такая уже группа получилась. Бавария на 1-й, ПСЖ на 2-й. Целтик в Лиге Европы. Андерлехт вылетает. Лучшие бомбардиры здесь только из Баварии. Потому что только они изобилие. Но там еще и Дракцер. Но он, наверное, на 4-м месте. Поехали. Целтик-Бавария. Снова Целтик принимает грозных соперников. У себя дома. В прошлом туре это был ПСЖ 1-0. А вот у Баварии была легкая победа 3-0 над Андерлехтом. Андерлехтом. Но что-то вот сейчас немцы не забивают шотландцам. Идут замены. Ну что, и без голов что ли будет? Первая потеря очков уже во втором туре для Баварии. Да. Делят очки между собой и Целтик, и Бавария. 0-0. И Целтик уверенно держит свою третью строчку. Но сегодня у нас матч между ПСЖ и Андерлехтом. ПСЖ обыграли 1-0. Целтик в предыдущем туре, а Андерлехт проиграл Баварии 3-0. Кавани с пенальти забивает. Кавани промахивается с пенальти. Кавани забивает просто так. 3 было шанса для Кавани. Он мог забить бы уже хоть 3, но он забивает пока что дубль. Пока что уверенно идут французы. Но бельгийцы должны же что-то сделать. Демария делает еще 3-0. Дорчук делает еще 3-1. И на этом все. 3-1. Бельгийцы не увозят ни одного очка из Франции. И вот он матч главный. Бавария ПСЖ. Но пока что ПСЖ впереди. Потому что она не потеряла очки ни с какой командой. Но вот Бавария. Кавани два мяча. Арина Робен и Демария. Вот так вот. Поехали. В Германии первый матч. Бавария ПСЖ. Смотрите, у Лирих на воротах. Нойер тоже как бы травму получил. Мы помним по предыдущей серии. Что там Баргимовича не было. В Манчестере Юнайтеды. Ну а здесь пока что целый тайм. Без забитых мячей. Так, что-то джойстик вообще работает. Не хочет Гонсало Гуэдэш. Выводит все-таки вперед Парис Сан-Жермен. И смотрим, что из этого дальше вообще выйдет. Все. 1-0. ПСЖ выигрывает Баварию. Гонсало Гуэдэш. 9 очков в трех матчах. Что может быть лучше? Салтика, Андернет. Вот это сейчас будет интересный матч. Это уже как бы борьба за третью строчку. Потому что за вторую и первую уже все давно было ясно. Еще даже на жеребьевке, мне кажется, Ханни. Ханни забивает и выводит Андерлех. Домашний гол. Всегда приятненький, более быстренький. Такой десятая минута. Интересно, что же будет. Дембеле сравнивает счет. Ханни забивает второй мяч с пенальти. И счет уже 2-1. Все, шотландцы терпят поражение. И это первые очки для бельгийской команды. Ну что же, теперь уже чуть по-другому мы видим ситуацию в таблице. ПСЖ на третьей. На первом строчке с 9 очками. Бавария на второй. Андерлехт. 3 очка. И Салтик. Пока что он вылетает. Лучший бомбардир Эддинсон Кавани и Ханни по 2 мяча. Итак, идет уже второй круг. Круг Андерлехт против Баварии. Ну что же, уверенная была победа немцев на своем поле 3-0. Посмотрим, как будет. Бельгия. И посмотрим, кто составит кампанию. Манчестер Юнайтеду и Бенфики. Левандовский промахивает спинати на 35-й, но на 37-й он все-таки забивает свой гол. И пока что 1-0. 70-я минута. Что ж такое джойстик. Итак, отлично. Отлично. 1-0. Уверенная. Ну не уверенная такая, но все-таки победа. Немцы. ПСЖ против Салтика. Закончился этот предыдущий матч. Поражением для шотландцев 1-0. Играли они в Шотландии. Ну а теперь во Франции. Демария уже на третьей минуте вводит вперед французов. И посмотрим, что сегодня будет для парижской команды. Выйдут ли они сегодня из группы. Хотя, мне кажется, выйдут. Ковани снова промахивает в пенальте. Но дальше пока что не забивает. Дембеле сравнивает счет. И это будет, скорее всего, потеря очков для ПСЖ. Да, так и есть. 1-1. ПСЖ потеряли очки в очень важной матче. Но все равно пока что ПСЖ на первой строчке. Салтик на четвертой. Лучшим бомбардиром Ковани и Демария и Хани являются. Ну, так. Сейчас я пойду менять батарейки. И для вас пока что включу тогда этот матч. Но этот матч без моих будет комментариев. Салтик на четвертой. С АTh从 Барни или Хани был на четверта. Салтик на четвертой. Салтик на четвертой. Потому что это недавно. Темперметр и sparks被 пoke�ppoель. Салтик в Jeremy's не может не забудить. Салтик на экземного��고 денег. Итак, друзья, я снова с вами Ну что же, мы видим, что Бавария обыграла Тем более В гостях 2-0 Поздравляем Ливандовского Мюллера С тем, что они вывели вперед Свою команду Но вот она Теперь уже осознанная победа Для ПСЖ И теперь на равных, но у Баварии Наверное, по мячам или по очной встрече Ковани, Геморея и Хани Пока что с двумя мячами Итак, Селтик Андерлехт Предыдущий матч закончился победой Бельгийцев У себя дома 2-1 Теодорчук забивает на 12-й минуте Отличное пока начало Свяченко забивает Сравнивает Ну а чемпонг Все-таки Снова добивает И 2-1 Хани 3-1 Ну что, друзья Мне кажется, теперь Форест Уменьшает на нем большое преимущество 2-3 Но все равно Этого не хватает для победы Итак, мы видим, что Остается один тур Сейчас мы поймем, кто выйдет с первой строчки Кто со второй Андерлехт Уже точно выходит в Лигу Европы Тут уже без всяких сомнений Так что Бавария и Пассажир Поздравляем их сразу Но сейчас мы узнаем Все-таки, с какой строчки они выйдут Бавария, Селтик Итак Рибери выводит уже свою команду На седьмой минуте вперед Отлично Ливандовский Забивает Потом Робертс Уменьшает преимущество 2-1 Бедаль Увеличивает уже свое Преимущество своей команды На шестьдесят первой минуте И все, друзья 3-1 Бавария Впереди Итак Бавария становится чемпионом Но Давайте мы с вами все-таки Посмотрим А там, скорее всего Все уже Потому что Бавария Сперед строчкой выйдет Даже несмотря на какой счет Сыграет Пассажир Но все равно нужно, друзья Выигрывать Матюди Отлично Так Пока что Целый тайм без мячей Дэндокер Сравнивает На шестьдесят второй минуте И снова Потеря очков Для ПСЖ Да Снова Ничья Ну что же Теперь уже точно Бавария Выигрывает Эту Группу Бавария И ПСЖ Проходят дальше Так все и было Запланировано Ханни И Ливандовский Лучшие бомбардиры Но Ханни Сандерлетом идет в Лигу Европу Поэтому все мячи его аннулируются А вот Ливандовский И Эдинсон Санковани Порадует Своих Болельщиков Уллерих Так это Уллерих или нет Я что-то путаю Да Цен Уллерих Становится лучшим Голкипером Лучший игрок Франко Либери Ну что же Друзья С вами был Андрей Хорев Канал Футбол Это жизнь До новых встреч Друзья До свидания Субтитры сделал DimaTorzok